Девушки отдыхают Святая Русь Очень странные местные пароли Огой ты, Русь, моя родная Хаты в ризах образа А я же говорил Тут реально только утки Может быть утки съели всех голубей? Славянин я, а не славянин все-таки Выглядишь ли я по-славянски? Девушки отдыхают Ребята, здорово! Вот вы меня спросите А что это я не на вокзале? Как обычно в начале Нет никаких красот у меня за спиной А я вам скажу Очень даже это достопримечательность Глядите в оба Там написано общежитие Торжокские золотошвеи Мы в городе Торжок Один из самых старых городов России Между прочим, первое упоминание о нем Относится к середине 12 века Письменное Но на самом деле город Согласно археологическим раскопкам Существовал еще в веке Эдак в десятом Сейчас пойдем Мы на окраине Будем глядеть красоты уездного города Кубань Верхневолжью А звучит-то как? Вы вот так просто идете по городу Ничего не ожидаете И тут так бац! Вертолет Бац! Еще один вертолет Связано это все, видимо, с тем, что на окраине города Военная часть, аэродром И музей вертолетов Куда, кстати, можно попасть на экскурсию А я знаю, там где-то третий вертолет спрятался А вон он Красивый Будь ты игрушечный на фоне вот этого О, ребят, а эстакада-то какая Нью-Йорк прям Вот и оно начинается Идем в сторону реки Тверцы И вот такие причудливые домики Каменные на первом этаже Деревянные На втором Здесь видно сруб Тесма обшитый Улиц Мира И на домах здесь Если будете идти Присмотритесь Очень интересные аншлаги местами встречаются Глядите Ну, неудивительно Торжок Это такой Местный Тверской Суздаль Здесь больше 300 памятников Архитектуры Федерального значения Местного Но это неудивительно Когда-то Эти земли были Южным форпостом Новгородской республики Поэтому частенько Подвергались, конечно И набегам Как со стороны литовцев Так со стороны Татар-монгол Когда-то город Две недели Сдерживал осаду От Батыя И говорят, что именно Благодаря этому Во многом Города Что располагаются дальше Не пострадали Ну и, конечно же Поскольку это было частью Новгородской республики Здесь Вече Князь здесь выбирают Чуть позже Город пострадал уже во время Смотных времен Войска Скопино-Шуйского Якобы до Лагарди Сражались с польско-литовскими Интервентами Бород сильно страдал Выгорал много раз В археологических слоях При раскопках Здесь это отдельно отмечено Первый из церквей сегодня Которых будет множество Это церковь Василия Великого Сейчас здесь ведутся Реставрационные работы На колокольне Не напоминает ли вам Это крайне древнерусскую архитектуру? Типичные пейзажи Русского городка Иду по улице Дзержинского И вспоминается мне Ильинская улица На которой я жил Когда-то В Нижнем Новгороде Не все здесь, конечно В пристойном состоянии Я вот только Зашел в историческую часть Блогеры очень много Хвалят Торжок Говорят, что Здорово здесь Даже Варламов хвалил Этот город Но мы все-таки Постараемся выдать Чуть более Независимую От мнения Ильи Экспертизу А это прекрасное Бирюзовое здание Гостиница Пожарского Построенная В 19 веке Купеческой дочерью Дарьей Пожарской На досуге От обеда У Пожарского В Торжке Жареных котлет Отведай И отправься Налегке Так писал Александр Сергеевич Пушкин В шуточном Путеводителе Для своего Друга Здесь бывали Жуковский Гоголь Белинский И даже сам Николай Первый Его почивали Здесь знаменитыми Пожарскими котлетами О которых мы Подробнее поговорим Чуть позже Даже Ко двору Дарья Пожарская Была приглашена Когда-то Здесь располагался Целый Культурный Так скажем Центр Здесь был И ресторан И гостиница И магазинчики В том числе И знаменитых Торжокских Золотошвей О которых я уже Упоминал Но к сожалению В середине Века 19 Потихоньку Гостиница Начала приходить В упадок Поскольку Здесь проходила Дорога Между Москвой И Петербургом И до сих пор Здесь Трасса М10 Россия Проходит Николаевская Николаевская Железная Дорога Чуть дальше Буквально Километров 40 Она проходит Через Лихославль Откуда я Собственно Сюда И приехал К тому же Упало Значение Вышневолодской Водной системы В которую Входит Река Тверца По ней Перевозилось Все меньше И меньше Грузов И потихоньку Гостиница Оказалась Не востребована Сейчас там Располагается Музей Не все Здесь отнюдь Ладно И складно То есть Посмотреть дальше Напротив Гостиницы Пожарского Здесь целый Кластер Зданий Которые Заброшены В которых Побиты окна К сожалению Никто не занимается Их восстановлением Неудивительно Не такая уж Богатая Тверская область Торжок Город Небольшой Всего же 44 тысячи Жителей На данный момент И вероятно Денег нет Хотели Когда-то Включать Целиковый Ансамбль Этого города В список Всемирного Наследия ЮНЕСКО И может быть Это было бы Возможно Превратить В город Памятник Как уже Упомянутый мной Суздаль Но Как-то Не сложилось Все действительно Выглядит Грустно И заброшено Даже про Ленина Ничего говорить Не буду А за Лениным Не обы что Вот эти два здания Что вы видите Это флигели Путевого дворца Екатерины Построенные По типовому плану Такой же вы Найдете В Ишнем Волочке В Идропушске Но к сожалению Здесь посторонний Вход в Эй И даже не знаю С другой стороны Будет ли Нам что-то видно Даже решетка Здесь хранит Примет времени Ближе мы Наверное Не подойдем Примерно Примерно Так это Выглядело Странное Дело Ставить Информационные Стенды Рядом С такой Разрухой Где написано Что все Закрыто Уходите Мы вас Не любим Я вот так Между делом Иду И замечаю Что тут Целиковый Ансамбль Просто дома Конечно в разном Состоянии Повезло торжку Что война Его не задела Линия фронта Тут неподалеку Проходила Это если В Твери Все Укатали В газон То здесь Смотрите Просто Как будто бы Я и Не в современной России Вовсе Убрать машины Убрать вывески Убрать Столбы Величественное Здание На Ильинской площади Это соответственно Ильинская церковь 1818 Год Постройки Знаменита Вероятно Печальна Она в первую очередь Тем Что здесь На одну ночь Останавливалось Тело Императора Александра Первого Которого доставляли Из Таганрога Где он Скончался От горячки До 2005 Года В этом здании Располагалась Школа Бокса Но сейчас Ильинская церковь Вновь Передана верующим И находится К слову говоря В весьма Престойном состоянии Вместе с колокольней Очень классная церковь Достаточно богато Украшена И очень Величественно Выглядящая Располагается Она на Высоком Берегу Тверцы Собственно Поэтому Там чуть Далее И находится Путевой дворец Ибо их строили Как раз таки На возвышениях Чтобы от путевого дворца Императрица Могла видеть Весь город Я думаю Здесь будет Не самый открыточный вид Куда-нибудь Мы еще Подберемся Вот наверное Лучший ракурс С подъемом Открывается А я тут Что понял Это Город Торжок Но на самом деле Это Суздаль В состоянии Кирова Если кто-то был В двух городах Этих Или смотрел Мои выпуски Сможет понять О чем я Кстати Если вдруг Вы решитесь Покинуть Торжок И продолжить Своё путешествие Дальше По области На автобусе Не обманывайтесь Карта будет Вести вас К автовокзалу Которые находятся Рядом С железнодорожным Но на самом деле Маршрутки По области Ездят Именно отсюда От Ринской площади Музеев в городе Тоже предостаточно В частности Торжок Входит В Пушкинское Кольцо Верхневолжья Стихи его Уже читали Сегодня И дальше За музеем Пушкина Будет музей Дом пояса Где экспонируется Уникальный Занесенный Книга рекордов Гиннесса 12-ти метровый Пояс С нашитой На нём Торжокскими Золотошьеями Молитвой Не помню уж Какой Но по сути Весь музей Является Некой Рекламой Местного Золотошейного Производства Я нашёл Выход К высокому Берегу Как раз Между Этими Двумя Музеями Благодатно Но скользко Очень Там обрыв Это всё-таки Поставили забор Ну давайте Полюбуемся Огой ты Русь Моя родная Хаты В ризах Образа Наверное Забыл я упомянуть А почему Собственно Торжок А потому А потому что Торг Потому что Здесь Велась Активная Торговля С южными Землями Ну и конечно же Река Тверца Как водная Артерия Для перевозки Грузов Проводили здесь Большие ярмарки Как вы можете Видеть Здесь много Купеческих Домов И Одна часть Называлась Торжком А другая Новым Торгом Суть по всему Их как раз таки Разделяла Река И поэтому До сих пор Жители Торжка Называют Не торжцы Не торжокцы А новаторы Благодать Люди по дороге ходят А я выдал себе Неместного Пошел Вот здесь Вот По накатанному Разруха И благодать Вон он Сквозь ветвей Просматривается Путевой дворец Заброшенный Разбитый Никому Ненужный Ну и вокруг Пейзажи Не радуют Некоторые местечки Куда бизнес Пришел Как вот У той Кофейни Например Там все Более-менее Но В целом Пока что Так Территория Бывшего Воскресенского Женского Монастыря В советское время Все это конечно же Было закрыто И Говорят что здесь До сих пор Находится Швейная фабрика Здание конечно же Более позднее Видите это Все Времена Классицизма Очень грустно На это смотреть Конечно Действительно Очень Серьезно Все порушено В этом Здании В пристройке Еще теплится Какая-то жизнь Поэтому оно Более-менее Подновлено Но Сами храмы Конечно В ужасном Состоянии Говорят что Отсюда был Подземный ход Когда-то В мужской Борисоглебский Монастырь Ход был Прямо Под Тверцой Но историки Это Опровергают Сейчас Здесь Тихо Как в гробу Слышно Только Как проезжают Машины Можно Заметь Много Интересных Оригинальных Деталей На монастырской Территории Вот посмотрите Крылечко И какие Окошки Над ним Сохранилось Оригинальное Видимо Растекловка Очень Необычно Не на первом Уже Доме Встречаю Какой-то Странный Городской Код Вот так Вот Описывается То Что в этом Доме Находится Если Вы местный И знаете В чем Секрет Обязательно Оставьте Комментарии Под этим Видео Очень Странные Местные Пароли Здесь Перечислены Просто Бытовые Удобства Даже Матерные Слова Затерты Какие Молодцы Еще Одна Церковь Рядом С Монастырем Церковь Воздвижения Креста Господня Судя Судя По Битым Окнам Тоже Ныне Нефункционирующие Сколько Действующих Церквей Сегодня Мы видели Пока Что Не так Уж Много А при том Что Их тут Штук 30 Наверное В городе Даже Дверь Приоткрыта Мы Конечно Внутрь Не поем Мы Не Вандалы Какие К К Сожалению Стены Церкви Изрисованные Всякими Неприличными Вещами Это Никуда Не годится Это уже Не к руководству Города Или области А Конечно К местным Людям Которым Стоит За это Руки Оторвать Зато Кресты Везде Понатыканы Святая Русь Еще Одна Церковь На нашем Пути В тихом Тихом Уголке Спуск К Тверецкой Набережной Церковь Никольская Вижу Колокола На колокольне Возможно Она даже Действующая Радостно Свет горит Расписание Богослужения Имеет место быть Посмотрите Какие Купола Симпатичные Вглядывайтесь В детали Если Как и я Ничего не понимаете В церковной Архитектуре Полюбуйтесь Отдельно Как прекрасно С Тверецкой Набережной Выглядит Пресоглебский Монастырь На другом Берегу Чувствуется Древность Здесь За заборами Сокрыты Еще Одни Руины Руины Власьевской Церкви Можно Видеть Существуют Какие-то Попытки Ее Реставрации Причем Наверное Даже не Реставрация А перестройки И у меня Вот интересный Вопрос Мы проходили Только что Церковь Достаточно Свежую С виду Но не работающую Даже не запертую Внимание Вопрос Почему бы Не восстановить Ее Вместо того Чтобы практически С нуля Отстраивать Эту Вы смотрите Там Все уже Подверглось Полному Обрушению Началась Престойная Часть Тверецкой Набережной И вот это Один из Открыточных Видов Города Отреставрированные Фасады Началась Цивилизованная Часть Тверецкой Набережной И вот он Один из Открыточных Видов Города Отреставрированные Фасады Но Вы не обольщайтесь Потому что Там где Пешеходный мост Эти фасады Заканчиваются И начинается Уже знакомая Нам по сегодняшнему Выпуску Картина А так Да Все выглядит Очень Престойно На одном из домов Знак Говорящий о том Что здесь Проводились Раскопки Что логично И найдено 18 берестяных Грамот Больше грамот Берестяных Чем в Торжке Найдено только В Великом Новгороде И Старой Русси Вы можете Оценить Тверецкую набережную Вот она Начинается И у пешеходного Моста Заканчивается То есть Ну от силы Чуть меньше Наразь сотни метров Что ж Переберемся На другую сторону Тверцы Может быть Там будет Чуть Повеселее А пока что Я вынужден отметить Что Несмотря на то Что сегодня суббота Это единственная Группа туристов Которую я Увидел Так что Туристическая Привлекательность Торжка В зимний период Пока что Кажется Сомнительной Нас встречает Одна из Главных площадей Старого Торжка Нынче называется Площадью Девятого Января Это здание Белоснежное Восемнадцатого века Это здание Бывшего Магистрата А еще чуть раньше Это был Купеческий дом А вот это Длиннющее здание Очевидно Является Дороговыми рядами Не полностью Они уцелели Во время немецких Бомбежек Одно из крыльев Было уничтожено И не было Отреставрировано В результате Сейчас здесь Обещается Выставочный зал Ну а здание Дальше Естественно Занимает магазин А вот Одно из них Окупировал Магнит За зданием Магистрата Сразу же Начинается Типичная Разруха Стоит Клименская церковь Думается Мне тоже Относящаяся Веку К восемнадцатому Не похож Чтобы она была Действующей Суть Потому что Я вижу в окнах Битые стекла Даже на первом этаже Дом культуры В местном парке Выглядит Крайне Монументально Рядом с домом культуры Еще одно здание Которое Никоим образом Не выдает себе Церковь Церковь Успения Пресвятой Богородицы Нет ни башен Ни куполов Можно конечно По этой форме корабля Или же ковчега Узнать Что когда-то Это была церковь И именно этим Она привлекла Мое внимание Можно приметить Что это не гражданская Постройка Сейчас там Располагается Суть по всему Редакция Местной Газеты Потянулись По улице Володарского Уже чуть более Очевидно Поздние Строения Старинки Двухэтажные Типовые На этом берегу Конечно жизни Наверное Побольше Поскольку Там За мостом Вся жизнь Сосредоточена По Ильинской площади И народа Особо нет А здесь Поактивнее Еще одна церковь Церковь Георгия Победоносца И если вы русский человек То сейчас вас должно Закорежить В одном из пределов Церкви Находится Магазин Мебели И спецодежки Но возможно Уже не находится Как так происходит И как так происходило После падения Советского Союза При нашем Диком Зубастом Капитализме Понять не могу Даже я Спускаемся По гражданской улице Чтобы увидеть Еще одну достопримечательность Конечно же Церковного типа Кусочек Петербурга В Торжке Между прочим Ныне укутанный В леса Спас Преображенский собор Начало 19 века Выстроенный в стиле Ампир А чего это я О Петербурге Мне кажется ли вам Что Здание сие Немножко Похоже на Исаакиевский собор Многие Подмечали Их похожесть Но на самом деле Сделан он Более похожим На один из храмов Царского села Храм Вознесения По Легенде Нелегенде Нет достоверной информации Сам Карл Россин Приложил руку К этому храму Поэтому Если это так То действительно Что-то питерское Здесь определенно есть Полюбуйтесь Из другого берега На тот самый Открыточный фасад Набережной Тверецкой И оцените Ее масштаб Бэкпекеры Все о чем вы Боялись спросить Мы вам расскажем Сами Это те самые Торговые ряды Которые внешне Выглядят очень хорошо Но со стороны Ручья Здравец Кажется Это он здесь Протекает Чуть более Удручающая Картина Ну зачем Это ж не фасады Там так мило Из какой-то Двери Вышла парочка Сейчас Обнималась Хорошо-то как Даже как-то не приметил Что все это Побережье Ручья На самом деле Общественное пространство То есть Это фактически-то И не задний двор Куда никто не заходит Совсем новенький сквер Прошу заметить 2021 год Но в целом Может оно и не надо Тут это Благоустройство Вот эта вот Покраска Смотрите на живую Зато историю Очевидно Это Остатки Тех самых Взорванных Торговых рядов Вот вместе С этим валом Что вполне логично Как раз он бы Примыкал Таким образом Вы думаете Это просто Очередной холм А между тем Нет Это когда-тошние Валы Новоторгского Кремля Но в силу Своего положения Естественно Здесь Не могло Не появиться Кремля В 12 веке Сначала Земляной Потом в дереве В 18 веке Окончательно сгорел Но и уже Не восстанавливался Сейчас там Некий Этнокомплекс Возможно Мы даже сможем Найти Тропиночку И забраться туда Кто-то смелый Забирался Но я пожалуй Так не полезу Честно говоря Кремль Вблизи Выглядит так Словно Он действительно Из 12 века До нас дошел Весь такой Покосившийся Видно что Бревна Не молоды Не знаю сколько лет Этому Фотографическому Комплексу Но если они хотели Сделать под старину То у них В общем-то Получилось Ну что ж Ребята 50 рублей Это вам Не шутки Немного О месть Сжигали Кремль Этот деревянный Два Десятка Раз Один С башен Было Четырехметровые Стены Тысячи четыреста метров По окружности Сейчас здесь Изба В ней Небольшая экспозиция Оружия Такие Такие вот красоты Ну понятно что летом Все это более Живописно выглядит Хотя бы потому что Здесь могут проводиться Всякие фестивали И прочее Они сейчас могут проводиться Но мне кажется Сейчас это Не будет столь уж Востребовано Ну и Смотровая площадочка Посмотрим что мы Увидим там Обледеневшие Ступени Красота Вид на Борисоглебский Монастырь И весь город Как на ладони Если хотите Смотровую площадку Кстати В Ильинской церкви Где мы уже были Можно забраться На колокольню Будет это стоить Сто рублей Но честно говоря Из полтинничек Все прекрасно видно Бывал здесь Между прочим Иван Грозный В свое время На территории Кремля Находилась тюрьма И сидели в тюрьме В этой Пленные крымские татары Иван Грозный Был человек тяжелый И сказал А давайте-ка мы Не будем их мол Кормить На государственный счет А казним всех Татары подумали Терять нам нечего Взбунтовались И на царя напали Защитил царя Малют Скуратов Бросился прям Животом Защищать Государь-батюшку И Именно поэтому Малют Скуратов Стал одним из Любимцев Ивана Грозного Ну а потом Опричнина Земщина Вы сами Знаете Ну и не зря Я заговорил О Иване Грозном Вот они Колодки Различные Пыточные Орудия Когда говорят Накол Посажу Вот Эту штуку И имеют Ввиду Оружие И доспехи Древней Руси Техника Безопасности При метании Копья Красота Теплая изба Курица Как я понимаю Все это Здесь можно Потрогать Примерить Повертить В руках Массово Габаритные Макеты Средневековых Доспехов Вот как Это называется Славянин Я Аль не Славянин Все-таки Выглядишь ли я По-славянски Ответьте На этот вопрос Знаете Вот Поднимаю И чую Каждый Как Влитой Прям Сидит И снова Здесь Русский Дух Активити Надо больше Активити А так Хорошо Подходим К главному Манастырю Города Борисоглебскому Между прочим Он старше Печерской лавры Считается Старше него В России Только Новгородский Монастырь И монастырь В городе Муром Но До 16 века Никаких письменных Указаний На то Что монастырь Существовал Не было По легенде Основал его Ефрем Новоторский Который Служил У князя Владимира Который Русь Крестил Вот здесь Туристов Побольше Веденский собор Выходит Самый старый Сохранившийся Построек Как мы видим Здесь тоже Все Отреставрировано Очень слабо В советские времена Здесь была Тюрьма Строгого режима А чуть позже Лечебно-трудовой Профилакторий Для алкоголиков Универсальные ответы На все вопросы Одобряю Здание перед нами Ничто иное Как свечная башня Как можно понять Из названия Когда-то Делались Свечи А еще Она выполняла Функцию Своеобразного Метеоцентра Монах Каждый день Выходил Туда на балкончик Либо в светлом Одеянии Либо в темном Что означало Будет хорошая Или плохая погода Когда советские люди Монастырь Разогнали Они разгадали Тайну Таких предсказаний Оказалось Что у монахов Кельи Был барометр Смотрите Какие здесь Решетки На входных дверях Такие же Практически Нам встретились И в женском Монастыре Монастырь тоже Стоит На высоком берегу Поэтому Является Хорошая обзорная Площадка На свечную башню При желании Можно Забраться Естественно Не бесплатно А за пожертвования Кстати Несмотря на свою Внешнюю обветшалость Местами монастырь Все еще Действующий Вот там дальше Находятся братские Крокуса И конечно же Вход на эту территорию Запрещен Здесь у стен монастыря Наконец-то расскажу вам Кто такой Ефрем Новоторжский Был он на службе У Владимира Красное солнышко Крестителя Руси Был он венгр По происхождению И было У Владимира Очень много сыновей И думали Кто же займет Его престол Все хотели Видеть престол Наследниками Бориса И Глеба За их кротость За их смирение Любовь к людям И прочее Прочее Но Началась усобица В царской семье И Святополк Убил братьев За что получил Прозвище Святополк Окаянный Один из братьев Ефрема При этом Присутствовал Ему отсекли голову Ефрем был далеко Третий брат Сумел Бежать И вернувшись Ефрем узнал о смерти Своего брата И стал искать тело Тело не нашел Нашел только голову И прошел Огромный путь В печали и скорби До этих земель Где основал Странноприимный дом Где приличали путников Бедных Обездоленных И позже Это все Преобразовалось Вот В это Чудесное Монастырское Место Поэтому Один из Соборов Соборов Бориса и Глеба Целиком Монастырь Именуется Борисоглебский В память Анивина Убиемна Я вас уверяю Одна из последних И возможно Самая интересная Церковная достопримечательность На сегодня Старовознесенский храм Он же храм Тихвинской иконы Божьей Матери Первоначально Был построен Еще в начале Семнадцатого века Это была Изба Небольшая И главка Чуть позже Он перестраивался И окончательно Ансамбль был Оформлен в 1717 году Сейчас можем видеть Четверик На нем Три Последовательно Уменьшающихся Восьмерика Барабан И купол Убранство Внутреннее Практически Не сохранилось Однако Кое-где Там еще можно Встретить элементы Росписи Клеевыми красками Что достаточно редко Для этих земель Знаете Я искал Тверскую Карелию Вчера В Лихославле А нашел ее Вот здесь Отчего-то Где И не думал Этого делать Несмотря на свою Внешнюю строгость Посмотрите Сколько Еле заметных Глазу мелочей Под скатом Крыши Резьба Причем Она разная На разных Ярусах Если взглянуть На крылечко Что является Едва ли не Главным В упомянутых Уже мной Корейских деревянных Церквях Оно тоже Выполнено Достаточно Богато Мы с вами Сегодня Весь день Гуляем По Торжку И все Деревянные домики Купеческие особняки И собственно Зревает вопрос А где живут 44 тысячи Новоторов А вот где живут 44 тысячи Новоторов Мы сегодня Оттуда пришли Город В центре Действительно Малоэтажно Застроен И именно Благодаря этому Он может Целиком Наверное Стать памятником ЮНЕСКО Или чего-то еще Конечно Когда все это Подновятно Буквально Неподалеку От деревянного Вознесенского храма Стоит Вознесенский храм Каменный Видимо Они имеют Друг к другу Какое-то отношение Но Тут все Совсем К сожалению Плохо Видны Строительные леса Но работы На них Явно уже Давно не ведутся Потому что Они старше Чем доски Кремлевской стены Которые я уже Отмечал Вы можете спросить У меня А почему В Торжке Так много храмов И это отнюдь не потому Что это древний город Давайте вспомним Где у нас много храмов Это Псков Это Новгород Это Суздаль Это Владимир Это Сергеев Посад В конце концов А теперь Давайте думать Что эти Города Объединяет Ведь здесь же Нет древних храмов Нет Домонгольских храмов Нет Владимира Суздальской Архитектуры Все эти храмы Созданы В 17 В 18 Веке Подумали А теперь я отвечу Эти храмы В большинстве Своем Купеческие И возводились На деньги Очень богатых людей Это было здорово Это было престижно Это было Богоугодно Для людей Состоятельных Заниматься Храмовым строительством И все эти города Мною перечисленные Объединяет то Что это было Место Где пересекались Торговые пути Где были богатые ярмарки Где купцов По определению Было много Вспомните Опять же Храмы В Великом Новгороде В древних храмах Нижняя часть Отдавалась Обычно Под лавки И под купеческие Склады В более поздних храмах Такая практика Уже не применялась И храм целиком Использовался По своему Непосредственному Назначению Вот так Я думаю Что я смог Ответить на Сами собой же Поставленный вопрос Я только что понял Одну важную вещь Я сегодня Ни разу Не стоял На светофоре Здесь светофоров Как я понял В историческом центре Нет вообще Еще немного Политинформации Помимо Городов Побратимов Торжка Расскажу вам Немного о гербе Три золотых Три серебряных Голубя Екатерина вторая Когда прибыла сюда Отметила Что уж Очень много Голубей Здесь И повелела Сделать Такой Милый Добрый герб А между тем Я Как-то голубей Особо не наблюдаю Съели их Что ли всех Уток больше Ворон летают А я же говорил Тут реально Только утки Может быть утки Съели всех голубей Сквозь собачий лай И развалины Я тут Пробрался К местечку Именуемому Мобилизационная Набережная Вы не удивляйтесь Что здесь То новгородская Набережная То мобилизационная Это было переименовано Уже Местечко Советские годы Естественно Никакой набережной Здесь Как вы видите Нет Это уже Мистическая Часть Торжка Дело в том Что когда-то В одном из Купеческих Собняков Располагался Военкомат А до этого Были здесь Улицы Мироносецкая Ивановская Троицкая По названию Ныне Уже не существующих Церквей Да и вообще Раньше в Торжке Были не районы А как в Великом Новгороде Концы И соответственно Каждый Из концов Вел Какой-то церкви И улица Поэтому носила Такое Название Здесь кажется Было 12 концов А в Великом Новгороде Если я не ошибаюсь Всего 5 Долго ли коротко Абсолютно случайно Дошел я До Торжковского вокзала В 1870 году Сюда была протянута Ветка От Лихославля И соответственно От Николаевской Железной дороги Далее она была продлена И идет Наржев Можете Съездить Ежели быть в Торжке А вот и милая Маленькая Закрытая Очевидно Автостанция В ней тоже Можно заметить Что-то Провинциально Наивное Наверное Как и в этой Тумбе Как и в этом Торговом Киоске Ну что ребята Наверное На сегодня я Закругляюсь Именно здесь На вокзале Обычно Я с него Начинаю Сегодня я Им закончу Торжку За торжок Ставлю 5 А за то В каком состоянии Торжок Конечно Жирная Троечка Надеюсь Все будет лучше Ну что ж Если вы досмотрели Этот выпуск До конца Ставьте Пальц вверх Пальц вниз Как вам угодно Подписывайтесь На мой канал На мой Контач На мой Инстаграм Ждите новых Видео А пока что Пока пока Да шутка Шутка Я же вам еще Про пожарские котлеты Не рассказал Пойду еще Срочно искать Итак ребята Я В заведении И заказал Свои пожарские котлеты Те самые По рецепту Дарьи Пожарской Что Можно сказать Путешественники Которые здесь были И описывали Все говорят по разному Кто-то говорит Что они делаются Из курицы Кто-то Что из телятины Но я вам скажу В Советском Союзе Тоже были пожарские котлеты Кто-то возможно Помнит Это котлета Которая обваливается В сухариках Резанных Кубиком Или же другой метод Батон Замораживается Натирается На терке И вот этим вот Этой стружкой Банируется Такой на самом деле Вариант Котлеты по-киевски Когда-то говорят Подавалась С косточкой Сейчас Нет Ушло Этому Ну и щи тверские Заказал С говядиной И грибами Ммм Делишес Батончик Из магазина Ну что же Выход номер раз Щи Со сметанкой Густо Но Мало А грибы-то Лесные Не обманули То, чего я и ожидал Но вкусно Но обычный щи Не шибко наваристый Правда Зайдет Грибовский вариант Хоть и с мясом Кстати Вот так выглядит Продукция Золотошвейного Производства Если вы Не знали Гиеда Пожарские Котлеты Ну Не такими Как я их себе представлял И Изящный Вот этот Кубик Пюре Потрясающе Тарелка В отличие от супа Какая претенциозная Театрализованное Представление С декорациями Костюмами В этом кафе Предлагают Чтобы видеть Процесс Приготовления Пожарских котлет Восхитительно Вот я где Кстати Заседаю Рассмотрите Их поближе К чести повара Скажу Котлеты Действительно Безумно Сочны И прям Чувствуется Что с пылу Жар Ну По сути Это просто Очень хорошая Сдобренная Маслицем Сливочным В большом количестве Котлета Ну Я привык Все таки К другой Панировке А так Вкусно Вкусно И солейница Немножко Домашних Порошек Ну что ж Вот они какие Пожарские котлеты Все таки Привык я к тому Чтобы они были Больше Вот если Объединить Их две В одну Было бы Огонь Но это Чисто психология Знаете ли Типа принесут Две Вкусно Хорошая Обычная Такая Домашняя Еда Местный специалитет За все это Было отдано 640 рублей Немало Но По существу В правило Один рубль Один грамм Я уложился Все Все Вот теперь Окончательно все Пока